Работа с эмоциями Человек Человек часто берет на себя чужие образы, пародирует. Он берет самые красивые образы и надевает их на себя, и удивляется, почему он несчастен. А для того, чтобы быть счастливым, нужно слушать свою душу, а душа изначально знала, что ты идеален. И твоя задача – принять все твои дары, все то, что по праву принадлежит тебе, и раскрыть это. Это твои дары, это твоя самость. Пора стать сильным, и только ты решаешь, разрешать себе или нет. Расположись удобно. Приготовься разрешать себе. Разрешать себе быть свободным и живым. Ты можешь повторять вслух, а можешь про себя. Ты можешь просто слушать и чувствовать. Мне можно быть игривым. Мне можно быть непонимающим что-то. Мне можно ошибаться, потому что так я учусь. Мне можно иметь различные черты моего характера, потому что именно это делает меня уникальным. Мне можно быть неудобным. Я разрешаю себе быть неудобным для того, чтобы быть удобным самому себе, чтобы испытывать счастье. Я разрешаю себе быть злым, как природа, которая взрывает вулканы и разрывает небеса молниями. Я разрешаю этой силе быть частью меня. Красиво. Справедливо. Я разрешаю себе испытывать благородную злость. Она поднимается через ноги, через промежность вверх по позвоночнику. И она наделяет мои руки силой, мою грудь светом, а голову кристальной чистотой. Я разрешаю себе принять эту энергию, и я не подавляю ее. Меня учили подавлять эту энергию, но в подавлении эта энергия разрушает меня. Разве я не доверяю эмоциям? Откуда они? Почему они во мне есть? Если они во мне есть, значит, они хотят мне что-то сказать. Я наблюдаю за ними, и я не подавляю. Я наблюдаю, куда энергия идет, какой она формы. Может быть, у нее есть цвет? Может быть, она живет где-то у меня в теле, и я дышу. Я дышу, и я разрешаю себе чувствовать. Потому что, когда я чувствую, я изучаю эту энергию, и эта энергия не сжигает меня. Она учит меня, она указывает мне путь. Что я чувствую? Может быть, я чувствую давление на макушку, когда злюсь? Или я чувствую напряжение в руках? А что будет, если я просто расслаблюсь? Что будет, если я просто дам этой энергии завладеть мной? Нет, не так, как раньше. Честно. Честно завладеть мной. Я и есть эта энергия. Я и есть эта эмоция. Ух, какое красиво в этой энергии, я даже не знал. А может быть, за этой энергией стоят слезы? Что хочет мне сказать моя злость? Может быть, я не там? Может, мне нужно уйти? Может быть, я здесь несчастен? И моя душа дает мне знаки, чтобы я имел возможность идти дальше? Почему я не слушаю? Только потому, что кто-то из просветленных мастеров, гуру, да кто угодно сказал, что эта энергия плохая? Так подожди. Если я создание Бога, неужели у меня может быть какая-то плохая эмоция? Неужели мои чувства могут быть плохими? Я разрешаю себе плакать, потому что слезы омывают мое сердце. И мне не стыдно, потому что я такой. Я живой. У меня есть своя боль. У меня есть радость. У меня есть свои слабости. Я не сопротивляюсь никаким эмоциям, потому что мои эмоции священны. Только представь. Мои эмоции священны. Это дар. Это книга. Это дары, с помощью которых я могу изучить себя глубже. Я могу изучить себя. Я могу понять себя. Каждая эмоция, святость, это подсказка моей души, моя карта жизни. Я чувствую и иду. Я доверяю. Эмоции всегда работают чисто, если я позволяю им быть. Эмоции искажают правду, если я запрещаю им указывать мне путь. И тогда они взрываются, разрушая все вокруг. Я намереваюсь владеть своими эмоциями. Для того, чтобы владеть ими, я разрешаю себе изучить их полностью. Я намереваюсь осознавать природу моих эмоций. Если я защищаюсь от чего-то болючего внутри меня, я намереваюсь видеть. Если я скрываю истину за эмоциями, я намереваюсь видеть. Я больше не собираюсь быть слепцом. Я готов видеть, даже если это больно, даже если это грустно, потому что истина – это то, к чему я иду. Истина внутри меня. И рано или поздно мне предстоит узнать ее. Так может быть, сейчас? Я намереваюсь, чтобы мои эмоции были настроены чисто, как струны арфы. И я легко и задорно убираю из себя все проекции. Я отказываюсь быть для всех хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Я прекрасен в любых проявлениях, как сама природа, как стихии. Неужели я думаю, что Бог не знает об эмоциях? А может быть, Бог – это владение всеми эмоциями? Что, если в нем есть все чувства, и Он знает, как они работают? Я убираю из себя все убеждения, что какие-то эмоции плохи и имеют низкую вибрацию. Я убираю из себя страхи упасть на низкие вибрации, только потому, что я чувствую. Я имею право чувствовать. Если играть на клавишах только на высоких нотах, то не будет хватать для полноты звуков низов, басов, красивых и густых. Я – хозяин своей музыки. И все вибрации мои. И высокие, и низкие. Я – хозяин. И ничто не способно меня разрушить, потому что я – хозяин. Я радостно приветствую любую эмоцию. Я впускаю ее в себя. Я играю с ней. И я знаю, что она пройдет, если я впущу ее. Я дышу глубоко. Вот такой я. Всякий. Священный. Божественный. Богами созданный. Моя совесть чиста. И я работаю над собой. Когда моя совесть чиста, я знаю, что я заслуживаю лучшего. И эмоции, чувства – это поддержка меня. Я больше не верю тем, кто говорит мне, как нужно себя вести. Мне виднее. Пусть мой дух меня ведет. Я чувствую. Я забираю свое право чувствовать. Чувствовать чисто. Чувствовать без искажений. Чувствовать. 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 Убрать из меня все искажения, которые запрещают чувствам быть чистыми. Я намереваюсь быть чистым источником света и любви. Я не могу. 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 Я должен познать все энергии. Я разрешаю себе. Я люблю себя. Я люблю себя в любых проявлениях. Сделай три глубоких вдоха и радостно, весело, сильно, задорно. Открой глаза и живи. Живи счастливо. Живи так, чтобы ногой топнуть, чтобы раскатисто, чтобы солнечно, чтобы ярко, чтобы вкусно, чтобы сакрально, чтобы нежно по отношению к себе. Нежно по отношению к себе. Субтитры создавал DimaTorzok